Ресторатор Ирина Туматова Сколько полезна рыба для организма человека? И чем полезна? О пользе рыбы сказано очень много. Я только присоединюсь к тому, что это один из уникальнейших продуктов, которые необходимо употреблять в пищу каждому человеку, и взрослому, и подрастающему. Потому что в ней содержится живой белок, и уникальные омега-кислоты и жиры. Те, которые являются не трудными, а, скажем, легко усвояемыми жирами. И для каждого человека, кто заботится о своем здоровье, необходимо есть рыбу. И многие государства, те, которые живут рядом с рыбой, это долгожители, это люди, которые демонстрируют прекрасное здоровье. Ирина Алексеевна, скажите, вот на Ваш взгляд, одинаково ли полезна морская и речная рыба? Ну, по этому поводу есть множество споров. Морская рыба, она, безусловно, царица. Есть одно «но». Пока она к нам доходит, она доходит в замороженном виде. Если говорить о речной, если эта речка рядом, и выращивается она недалеко, и Вы имеете возможность ее есть вот в свежем виде, то, конечно, польза от нее тоже неимоверная. Поэтому здесь все зависит от того, какие у нас приоритеты. Хорошо. Вот на Ваш взгляд, сколько рыбы нужно употреблять в неделю, скажем? Ну, опять же, от того, насколько человеку необходим белок и в каком количестве, я думаю, что минимум два раза, два-три раза в неделю нужно съедать порцию с кусочком вкусной рыбы. Хорошо. Ирина Алексеевна, ну, я думаю, что для многих наших телезрителей будет интересно, как же правильно выбрать рыбу, будь то морская, либо речная, свежая, замороженная. Вот Вы, как ресторатор, с этим сталкиваетесь регулярно. Как Вы выбираете рыбу? Ну, Вы знаете, я неоднократно с нашим шеф-поваром принимала участие вот в приобретении, покупке рыбы. И его советы для меня были очень важны. Ну, например, если речь идет о морской рыбе, которую в основном мы приобретаем в замороженном виде, очень трудно понять, насколько она свежа. И там есть такие хитрости. Например, нужно посмотреть на верхний слой рыбы, вот на чешую. Она должна быть немутная и довольно прозрачная. Даже лед, который замораживается, он тоже должен быть прозрачным. Жир не должен быть слишком желтый, потому что это говорит о том, что ее могли несколько раз заморозить и разморозить. Или, например, сама текстура рыбы должна быть достаточно ровной, на ней не должно быть вмятин. Вот такие вот тонкости, если говорить о морской замороженной. Ну, по свежей рыбе всем хозяйкам известно. Нужно посмотреть на жабры, они должны быть ярко-розового цвета. Нужно посмотреть на животик, он не должен быть вздутым. Ну и, конечно, запах, потому что в свежем виде мы можем сразу как бы отличить рыбу на запах. Это первый показатель. Поэтому вот все эти вещи очень важны при выборе рыбы. А вот скажите, при выборе рыбы, когда вы лично выбираете, часто ли вам некачественная рыба попадается? Ну, честно вам скажу, до того момента, когда я не общалась с опытными поварами или людьми, кто это делает достаточно профессионально, бывали случаи, когда я покупала не очень свежий продукт. А вот сейчас, когда, ну, во-первых, я знаю, что нужно покупать особенно рыбу в проверенных местах. Ее ни в коем случае нельзя брать в случайном месте. В том месте, где есть много народа, где ты доверяешь этой торговой точке или этому заведению. Ну и вот я сказала, надо быть внимательным к мелочам. Вот сейчас я на это обращаю внимание. Ирина Алексеевна, вот существует такое мнение, оно достаточно не новое, да, это старое мнение, сформированное годами, я бы сказала, пришло к нам от наших бабушек, что в такую жару, как сейчас у нас плюс 40 градусов и выше, в месяцы, в которых нет буквы R, рыбу кушать нельзя. Вот вы с этим согласны? Отчасти. Я думаю, что это примерно звучало бы так, что зимой мы не можем есть свежую вишню или малину. То есть в прошлое время, когда не было таких средств современных, да, вот по сохранности продукта, это было очень актуально. Сегодня, когда есть и заморозка, и сушка, и различные другие формы долгого хранения, я думаю, мы можем позволить себе есть рыбу и в те месяцы, когда нет буквы R. Ирина Алексеевна, скажите, а вообще, насколько сильно горожане любят рыбу? Насколько часто они ее заказывают вот у вас лично в ресторане? Очень интересный вопрос. Вопрос у нас в меню в основном, достаточно большой раздел, это рыба. И в основном у нас заказывают рыбу морскую и любят ее. Вот это семга, это сибас, это дорада. Это вот любимые виды морской рыбы, которые горожане наши очень любят. Ну и, конечно, многое еще зависит от того, как она приготовлена. Ну вот такие интересные названия и достаточно необычные, как дорада, сибас. Расскажите об этих рыбках, откуда они к нам приезжают, и насколько они полезны, какими микроэлементами они обладают? Ну вот, если говорить о дораде и сибас, рыбе, это рыба, ее можно назвать королевой, кстати, так же, как и семгу. Королевая рыб. Это совершенно уникальный продукт по тому, что живой белок, где-то на 70% эта рыба состоит вот из натурального живого такого белка, легкоусвояемого. И где-то 20-25% жиров. Мы знаем, что рыбий жир – это очень полезный жир. И тем людям, кто беспокоится о своем здоровье, сердечники, атеросклероз, артриты, пожилые люди, дети, беременные женщины и просто нормальные люди, так сказать, без каких-либо отклонений, они, безусловно, должны включать в свое меню, в свой рацион именно эти виды рыбы. И наши граждане это делают с удовольствием. Тем более, что приготовляем мы эту рыбу достаточно в оригинальных таких способах. Вот, например, у нас очень любят нашу семгу на гриле. У нас есть такое уникальное блюдо – дорадо в соли. Я хочу сказать, что когда в наш город приезжают гости из Астаны, из Алматы, первое блюдо, которое они заказывают – это дорадо в соли, потому что это уникальное совершенно по красоте и удивительно полезное блюдо, потому что тончайший, изысканный вкус, такой сладковатый, знаете, этой рыбы, он заставляет и удовольствие, и понимает, что это огромная польза. Вот. И поэтому я очень рада, что в нашем ресторане есть широкий выбор именно рыбы. Ирина Алексеевна, а насколько вот эта рыбка подходит для тех, кто следит за своей фигурой? Ну вот она как раз и подходит для тех, кто следит за своей фигурой в первую очередь. Потому что, я уже говорила, соотношение жиров и белков, легко усвояемых, вот там нет углеводов совсем, есть вот в основном белок, и есть жиры, которые очень показаны каждому человеку. Я просто хочу сказать, что мы думаем, что во время диеты не нужны жиры. Оказывается, они наоборот необходимы, и любому человеку, который решил в том числе посидеть на диете, там как-то, да, разгрузиться, ни в коем случае нельзя из рациона убирать жиры, и в первую очередь такие жиры, которые есть в рыбе. Очень хорошо, Ирина Алексеевна, но я думаю, что Дмитрий нас уже заждался, поэтому мы перейдем к нему и к тем блюдам, которые он нам сегодня представит. Я думаю, многие наши хозяйки возьмут себе на заметку вкусные и полезные рецепты рыб. Сегодня я хочу поделиться рецептом одного из блюд. Это из рыбы сибаса, одна из полезных рыб морских. Значит, нам понадобится для этого помидор, каперсы, розмарин, маслины, оливки, чесночок, вот такой тимьянчик со специями, сушеные овощи и соль морская. Так, с чего начнем? Это порежем овощи. Ну, я хочу подметить то, что это блюдо готовится не очень сложно. Каждая домохозяйка может приготовить в мантоварке. Но у нас есть такой помощник, это термомикс, мы готовим на нем в нашем ресторане. Он очень нам помогает. Тут способ такой, что рыба готовится на пару. Здесь как бы все полезные ингредиенты. Нарезаем все не слишком мелко, можно все крупно. Это маслинки, оливки, чесночок. Желательно его раздавить вот так. Раздавить, чтобы он выпустил свой сачок. И каперсы. Каперсы тоже довольно можно несколько растут. Теперь специи. Немножко тимбончиком. Соль. И сушим их овощей. Вот такой полученной смесью мы начиняем нашу рыбку. Так, берем руку. Хочу подметить. Рыбку мы уже заранее как бы разделали. Ее нужно с животиком. Ну, во-первых, это очищаем, освобождаем ажабер. Животик вот так вот оставляем целиком. Надрезаем, получается, полностью по хребту. И вынимаем полностью позвоночник. Чтобы получилась вот такая лодочка у нас. Значит, берем теперь начинку. Полностью выкладываем. И формируем. Еще что хочу подметить. Закалываем вот такими шпажечками, чтобы рыбка у нас не развалилась. И остался весь сок. И все, как бы наш пол, готовое блюдо готово. Теперь закладываем в наш термоникс. Кстати, эта рыбка готовится в течение 10-15 минут, смотря, ну, желательно на медленном огне, чтобы немножко кипела водичка. Так как у нас уже закипевшая водичка, устанавливаем на 10 минут. И вот так закладываем. Открываем крышечкой. И запускаем. Хочу подметить то, что если у кого нет такого прибора, термомикса, любая домохозяйка может приготовить это блюдо в мантоварке. Оно готовится будет примерно в течение 10-15 минут. Пока наш сибас готовится, я бы хотел еще продемонстрировать пару блюд полезных с рыбы. Это дорадо в соли, запеченная дорадо в соли. И семга на гриле с икорным соусом. Я бы хотел немножко рассказать о сибасе в соли. Это довольно уникально, как бы она в панцире из морской соли. Готовится практически абсолютно легко. Любая домохозяйка может тоже сделать это блюдо без проблем. Получается, что частица сибаса немножко присаливается изнутри. Выкладывается соль на любой противень. Укладывается сверху на нее дорадо прям. И обкладывается полностью с солью. И запекается в течение 40 минут при 200 градусах. Сейчас я вам продемонстрирую, какая она внутри. И желательно, когда будете вскрывать рыбу, желательно не повредить кожицу, чтобы, ну, сами понимаете, чтобы не попала соль вовнутрь. Это очень важно. А то будет очень солен. Хочу отметить, что рыба подается исключительно в горячем виде. Вот такой вот панцирь, вы видите. Получается у нас. Вкус у нее абсолютно шикарный, нежный, сочный. За счет солевого панциря сохраняются, можно сказать, как бы и все витамины, и вся сочность рыбы. Ну, значит, наша рыбка готова. Сейчас мы ее выложим. Вот такая сочная рыбка у нас получилась. Нажимаем на наши шпажки. Можно посыпать свежим розмаринчиком и нашими овощами. Соусы к мне не надо, потому что она сама с овощами будет внутри. Она абсолютно сочная. Здесь само мясо очень нежное и сочное. Украсим лимончиком. К рыбе, конечно, желательно ко всей. Абсолютно лимонный. Это тоже как бы и запах рыбный. Все равно у рыбы присутствует свой запах специфический. Он способствует. Ну, вот такое блюдо у нас получилось. Советую всем попробовать. Приятного аппетита! Ну, просто потрясающие блюда у нас сегодня получились. И я тоже взяла себе на заметку. Обязательно дома попробую приготовить. Огромное спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Дорогие телезрители, мне очень хочется пожелать всем вам с удовольствием есть рыбу, потому что это уникальный продукт, который укрепляет наше здоровье.